Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы с вами играем в Тени Банни. Это вторая серия четвертого акта. В прошлой серии мы очень удачно зазнакомились с Полиной, даже дошли до ее дома, были в гостях. Там был странный дед, у Полины свистит фляга, как оказалось на тему нахождения в деревне. У деда свистит фляга вообще на всю голову. Мы оттуда кое-как успели сбежать, хоть и был интересный интерактив со снятыми штанами Полиной с нас. В этой серии посмотрим, куда мы пойдем после этих занимательных посиделок. Погнали! Я вылетел на крыльцо, на дорожку, петляющую между домов. Ну, в принципе, да, я бы подохренел, потому что дедуля явно не дружит с головой, ведет себя очень странно. Ну, Полину, наверное, можно понять, потому что жить с таким дедом тяжеловато. С другой стороны, может быть, он адекватный, просто как бы слегка с чудниной, мы об этом не знаем. Но не знаю. Сейчас будем, как бы, видимо, дальше разбираться в этом вопросе. Но Полину тоже шторит не по-детски. От адекватного настроения до истерики 0,3 секунды. С головкой у нее тоже проблемы. Пока я гостил у Полины, мрак вороньими крылами объял поселок. Из-за ветра он оказался живым и мыслящим. Существом слабо горели мурованные в ночь фонари. Я утер лоб. Согласен, я бы тоже вспотел. Ну и ну, что за концерт устроила Полина? Ну, у меня вообще вопрос к ее поведению. К навыкам снятия штанов и вот этим вот моментам. Потому что, как тут было описано, она очень ловко стащилась на штаны. Прямо на 3-2 раз. А старик подглянул за нами. Не мудрено, что она так отчаянно хотела сбежать. Ну, двери за собой надо закрывать так-то. Так, едва я вспомнил металлические зубы Харитона, как мурашки зарыскали по моей коже. Так. Я встрепенулся и откинулся взором улицу. У забора маячил неясный силуэт. Ну, Ромка, наверное... Судя по голосу. Человек шагнул ко мне, встал в кольце фонарного света. Душа, кувырунувшись, ухнула в пятки. Я узнал Ромку. Щеки одноклассника были мокрые, а глаза покраснели. Так. Он плакал, прячась в темноте. Так, что... Разве я не предупреждал тебя, а? От неразделенной любви кукухс встанул тоже. Разве не говорил, что убью, если увижу рядом с ней? Так, что у нас сейчас ножком порежут? Так, раздался щелчок, сверкнул нож бабочкой. Обескровленные губы Ромы растянулись в страшной гримасе. Зрачки засверкали, словно две монеты. Ром, убери нож. Думаешь, я псих? Я покажу тебе, что делают психи. Не без этого. Рома! Я отступал, боясь повернуться к нему беззащитными... Беззащитными лопатками. Ромка шел на меня, скалясь. Жалкий ублюдок! Иррасия, блин. В уголках его рта выступила пена. Он судорожно утер лицо рукавом, еще сильнее размазав слезы по щекам. Да, ну в принципе, как бы с Полиной вы были бы идеальная пара. А остекленевшие глаза заволокло туманом ненависти. А булет-коготь, который мне дала Полина, снова пришел на выручку. Время словно замедлилось, стало как кентарь, в котором застыл не только я, но и Ромка с его опасным ножом. А Бигги просигналил внутренний голос, спасай свою шкуру. Жалкий грязный ублюдок! Вдруг он завыл, горе с наявой взвился к звездам. Ромка сунул себе в рот рукоять ножа, как сигару зажал зубами, лезвие торчало наружу стальным клыком. Затем он упал на четвереньки. Так, понятно. Короче говоря, совсем с башней не дружит. Его тень по зверинам нахохлилась. Слюна капала на снег. Обезумовший Ромка зарычал и бросился ко мне, отталкиваясь с всеми четырьмя конечностями. Беги. Я побежал, не разбирая дороги. Ботинки ввязли в сугробах, мелькал штакетник. Так, надо потише сделать. Так, немножечко потише сделала, то слишком по ушам давит. Ветер бил по лицу, обжигал, будто листья крапивы. Я садыхался. На повороте стоял припаркованный трактор, но водителя я не увидел. Что-то юркое перепрыгнуло тропинку, приземлилось в паре метров от меня. Снежная баррикада перекрывала путь, я вскарабкался на нее и скатился, ринулся в переулок. Фонари мигали панически. Я заметил селемака и кинулся к нему. Дернул ручку, заперто. В стекле отразился переулок, что-то огромное и жуткое двигалось оттуда, окутанное метелью, точно похоронным саваном. Я метнулся на расчищенную полоску асфальта. Собаки во дворах не лаяли, а жалобно скулили. Так, опять мы несемся, как потерпевший. Я обогнул крайний дом и выбежал за поселок. Лес нависал черной монолитной глыбой. У меня был выбор просека, на которой я был как бы на ладони, или прямой маршрут через лес, через рвы и бурелом. Сейчас, видимо, выбор будет, да? Я предпочел... А, то есть автоматом предпочел. Прыгнул в бок, нога скользнула по льду, рухнул во враг. Прыкаясь, перевернулся на спину и стал отползать, ожидая, что ромка вот-вотно появится сверху. Нечеловеческий вопль пронесся дворами, ввинтился в уши. Прошла минута, вторая. Я трясся, всматриваясь в край врага. Чернильные мазки сосен. В приближающейся тень. Мальчик в маске волка вышел из леса и остановился передо мной. Кстати, когда мы, по-моему, первый раз видели волка, ну, волчонка этого, у него как раз там шла пена изо рта. Ну, что-то типа того. Друг не уверен. Он разжал кулак, нож бабочку, упал на снег. Тебе ничего не угрыжает. Мы же говорили. Так, не веря своим глазам, я поднялся на ноги. Волчонок махнул рукой в сторону просеки. Все в порядке. Иди. Че за кукуха опять у нас подсвистело? Я был слишком испуган, чтобы задавать вопросы. Или это просто в стрессовой ситуации нам вот такие вот образы мерещатся, и мы не запоминаем, что там случилось? Ну, не знаю, наверное. Потом я молча ушел, хромая вдоль колыщащихся деревьев и постарался не думать о сгустках тьмы, что провожали меня, хранясь за кустами. Так, что вы же... Пай? Достижение, кажись, дали. Так, я еще не знал, что ждет меня в месте, которое я по ошибке называл Томом. Допустим. Входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что и не покрывает мою кожу. Я стеснул кулаки. Мрак просачивался в прихожую, а с ним медленно, планируя на ковер, вылетали снежинки. Будто стая падальщиков почуяла добычу. Так, я осторожно перешагнул порог. Вдруг услышал, как кто-то говорит на кухне, но это был всего лишь радиоприемник. Циклона, которым мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. МЧС призвал жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происходения несет с собой буран. Допустим, предположим, так. Так, маманя опять истерикует. Батяня там хрен его знает. Дедуля позвонил, наверное, в гадости, наговорил. Я делал шаг, а сердце за это время успевало ударить 5-6 раз. Дверь родительской комнаты была отворена. В пятне света выступал театр теней, черные силуэты исполняли танец ненависти. Мамины кисти сметали с потолку, когда она шипела на отца, а он нависал скрыстив руки на широкой груди. Допустим. Мы все в опасности, и все из-за тебя. А, ну, батя, там что-то то ли бандос, то ли там бухгалтер в какой-то фирме был. Там что-то у них не сложилось. И они из города как раз сбежали в эту деревню, видимо. И не ври, ты видел его в поселке. А, то есть за ними кто-то приехал. Он вычислил, где мы живем. Это был нём. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Так, я побежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения, ссыпали взаимными обвинениями. Отец низко по-звериному зарычал. Пусть они что-то протянули. Так, Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Я отогнала видение, в котором сестру за мои грехи убивал ножом Ромка. Играясь, я тебя штырит, друг. Так, опухший от слёз личико заставило меня похолодеть. И почти вытолкнула из мыслей образ скалящегося деда Харитона, искающего на четвереньках Петтифана. Что случилось? Так. Они разведутся! Я обнял сестру и прижал к себе. Языка отказался опоминоваться, искать утешение. Крики будто звучали сразу отовсюду, справа-слева, снизу веры, били по макушке. Ругань падал нам на голову, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бомбёжки беженцами. Я хочу уйти! Ну, маманя там получается припадочная, у нас с башкой не всё в порядке. В целом, как бы тут полная комба. Свою комнату? Нет! И это решило лыжу навострить. Ну, в принципе, как бы им имеет место быть. Отведи меня в небыль, Анти! Ты обещал! Так, я осторожно оттянул её руки от ушей и повёл мимо вибрирующей яростью спальни родителей. Из-за тебя! Ради кого? Ради тебя! Ради тебя! Я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. Так, в комнате запёрся на шпингалет и прислонился к дверям. Колени подгибались. Почему тебя не было так долго? Мало ещё. Я был в гостях. В одних странных людей. Они тоже разводятся? Не думаю. У них там более интересные интерактивы. Что-то стукнуло о карниз снаружи. Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлёпнулся в раму. Ты ждёшь кого-то? Я не ответил. Опустил её запястье. Она всклипнула испуганно. Я прошёл по комнате, морщаясь от каждого родительского скрика. Билось посуду. Папа с мамой переместились на кухню. Тупая затея, конечно же, когда там кто-то с кем-то ссорится. Бить посуду. Какой смысл? Так. Открыть. А, ну у нас вариантов получается нет. Драй, тут я дёрнул штуру и рывком распахнул окно. Совушка, медвежутка, волчика и, конечно, пленительная Алиса. Все были в сборе и Махален нам снизу. Так. Ну, то есть, получается, этот в минус Семён. Сова, это в теории бяшен, наверное. Ну, то есть, пока ещё живой вроде, но его там в гараж, типа, он сам попал. Волчок Вовы, Рома этот Френ знает. И Алиса пропала. То есть, по факту остался только он и бяшен под вопросом. Но это если это они. Оля ойкнула, видев девочку-птицу. Девочку-птицу. А, сова, то есть, это девочка? Девочка Полина, что ли, тогда? То есть, это Семён, это Катя, допустим, Полина, Рома? Я же говорила! То есть, они в смысле, и Антон, и Оля видят их? Да, знаю. Я тебе всегда верил. То есть, их обоих накрывает? Они одинаковые таблетки едят? Что происходит? Кто они? Амин страха в голосе звучал любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. У нас столько игр, не игры, не вы, не похуй. Давайте только не во все игры играть, а то у меня лапка болеет. По чуть-чуть, и потом отдохнём. Допустим, предположим. Выходите скорее играть и танцевать! Так, при виде Алисы сердце забило сильнее, а внутренний голос буквально кричал «Наконец-то она здесь!» Подожди, единственное, что какой-то сейв я не знаю. Потому что в начале кто предыдущую серию смотрел, тот видел, сейвы не загружались после обновления и выхода этого эпизода. Я там какой-то из сейвов загрузил, но какой-то сейв с каким вариантом прохождения я не знаю. Ну, допустим. Они знают, как попасть в небыляндию. Да-да-да, конфет наестся и полетели. Я прикидывал, глядя на зверя. Может быть, пойдём и узнаем. Да, допустим. То есть, тут ты, блин, ссалась от совы, тут ты идёшь туда пообщаться. Допустим, фигурки лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Мама лаяла на отца отрывисто, как дикое животное из передач Николая Дроздова. Мы просменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. Ко мне тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Она прижалась ещё сильнее. Оказывается, ждать так утомительно. Фух, дайте хоть минуточку в себя прийти. Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе ну то есть собиралась сова ну наверное короче пока что нифига не понятно. Оля смотрела на сову с подозрением но хихикнула когда та вдруг переквырнулась через себя и лихо встала на снег даже не пошатнувшись. Остальные звери как по команде перестали дурачиться и также завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка что не хотела со мной дружить. Меня зовут Оля. И у тебя тоже, да? То есть от любви до ненависти один шаг. Раньше я... но я просто тебя боялась. Тебя испугала наша солнышка? Может быть у неё совофобия? откуда ты такое слово знаешь? Главное чтобы ребенок не боялся веселиться иначе с нами можно умереть от страха. Так, я поразился, поразился, поняв, что губы мои скатываются в улыбку Это после всего, что я видел в гостях у Полины Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку, журчание которой глушило все дурные мысли Так, а, ну у нас тут есть подарок от Полины Получается, это все-таки, наверное, нужный сохранение Да, то есть, если у нас есть коготь, то коготь мы получили как раз, спойдя с Полиной Да, должно быть так Какие у вас красивые костюмы Да, Оля-Оля Девочка-лисичка сжала свои объятия, присела рядом с Олей О, какая очаровашка Ну, по голосу очень похоже на Катю Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Так, я покосился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас И, как всегда, испортить все веселье И сказал, обняв сестру Давайте отойдем подальше Запросто Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Глаза сестренки округлились Алиса наклонилась и вынула из снега конфету Прошлый раз после конфетки нас нихреново штырило Оля всплеснула ладошками Посмотрела на меня вопросительно, я кивнул Сестра захрустела конфетой У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Почему ты мне не рассказывала? Я рассказывала, сегодня днем Но ведь днем я сплю Ага, вот я и рассказывала, пока ты спала Ага, логика Слушая их ребяческую болтовню, я почему-то вспомнил Ромку Как-то во время погони тот истошно закричал Всего за пару минут до появления волчка Мне кажется, звезда Ромя Что случилось с Ромкой? Поверь, он в порядке Жив-здоров, твоя Ромка Ну вообще, вообще То есть, дед был кукловодом Любил делать куклы Типа он не ходит Ну, возможно, типа Эти куклы, по факту То есть, в этих масках Не дедуля ли негодяй, который творит всякую дичь? Только такой вредина, как он Вряд ли получит от Деда Мороза подарок Опять же Дед Мороз Максимум горсть угля Ну или по шапке Медвежутка комично погрозила перебинтованной лапкой И зверята дружно расхохотались Моя едва проснувшаяся тревога Тут же забылась И улеглась Так, ну у лисы хвост есть Как минимум, да? А лиса кинулась прочего Вильнув рыжим хвостом Точно в факел Олинс инстинктивно двинулась за ней И засмеялась Вынув из сугроба вторую конфету Очень интересно А то, что бодрые, это плохо? Когда сладости стали падать на макушку медведя Я сам не удержался смеха Так забавно он ойкал и втягивал шею Так, угощения переваливались на снегу Медведь чихнул И достал из уха мишки на севере Так, со стороны леса донесся крика лисы Не в этой жизни Давайте скорее Дед Мороз уже заждался нас во дворце Дворец Я пожал плечами Побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали Так, на зефирке заманивает Да, что-то круглое прилетело возле моего виска Я решил, что это снежок Но Оля воскликнула Зефир Не подбирай, он испачкался Ты что, веришь в микробов? А ты нет Ну где он испачкался? Выше в лесу, там снег Раньше верил Так, стройные сосны великаны встречали нас шорохом своих лап Снег снова валил снизу вверх В бескрайнее черное небо Сугробы полыхали, точно расплавленное серебром Как же красиво А я думала в лесу страшно Нас родители пугали лесом, снегом и совой Ну а мы с тобой играли в снежной чаще под луной Я старался не упускать из виду Олю Но это было довольно сложно Сестра той кидалась за кусты, подбирая все новые конфеты Кто смеялась, выпрыгивая на тропинку Совушка пронеслась над нами Села на ветку и за ухолом, мотая головой Волчих вскопал мордой снег Вытянул горсть жвачек И проглотил, не снимая обертки У тебя будет несварение Волк испугался и выплюнул жвачный ком Враки, враки, злые собаки Нет никаких несварений Вся эта чушь случается только со взрослыми Алиса встала как вкопанная И важно отодвинула полог переплетенных веток Так в театре открывают занавес За преградой была поляна На ней серебрился дворец из-за льда Хренайся Мы смотрели на сверкающее чудо Башенки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора Где-то ласково звенели колокольчики Отчетливо пахло шоколадом и сжженным сахаром Так, дважды приглашать не пришлось Мы вошли в замок Вертясь и хмурясь от слепящих искр Но приходы у нас явно нехеровые Дед Мороз очень похож на дедулю Полины Дед Мороз сидел на сверкающем троне Ну, относительно Пушистые помпонные покачивались на раздвоенном шапке А белоснежная борода скрывала спокойную улыбку Он был таким, как я его себе воображал давным-давно Когда еще верил в мамины сказки Высоким, сильным и косматом Излучающим одновременно мороз и тепло И голос его густой и глубокий Окутал меня, словно дым праздничного костра Антон и Ольга Ох, и намучились же вы ребятки Пока сюда добирались Что ты, дедушка? Мы быстро дошли Сестра говорила с хозяином замка Иначе, чем с другими взрослыми А звонко и беззаботно Словно он был ее ровесником Знаю, все знаю Мне мои друзья докладывают Что за говор старославянский какой-то Кто был покладистым весь год Того подарок утром ждет А кто ленился и грустил Пускай он дедушку простит Лентяем и грустяем Конфет не запасаем А я не ленилась И о том знаю Он обвел нас пристальным взором Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо Все это время я молчал и смотрел Мой взгляд будто примерз к старику Я мог принять живущих в лесу детей Фантастические прыжки до луны Но Дед Мороз в ледяном замке Ошарашил настолько Что я лишился дара речи Есть у меня для вас кое-что особенное Так в его огромной руке появился мешок В нос ударил запах какао, халвы и мандаринов Спасибо, но мы уже ели конфеты Дед Мороз поглядел на меня внимательно Разве то конфеты были Так одно название Вот у меня конфеты волшебные Прямиком из Небыляндии привезенные Что лет получше, да? Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал Заслужили Но есть правило Надо бы вам Три дедушкины загадки отгадать Попробуйте Так, я не успел Разлепить пересохшие губы Надо было бы спросить А что будет, если не отгадаем? Тогда слушайте первую В нем живут машины И хранятся шины Так, шины Я посмотрел по сторонам На детей в масках Что, с ними что-то Они замерли в углах Но их тени плясали на стенах Что-то тихо гудело Я подумал Рабея это ворчал И ворчат их желудки Теперь вторая загадка Подключайся, Антон Весь день ходит, как тень Посуды гремит На всех шипит Я вопросительно вскинул бровь Оля протянула руку Можно я? Можно я? Это кошка Верну Остался последней загадкой И подарки ваши Только вот незадача, ребятушки Запамятовал я О чем же была эта загадка А может наши друзья Зверята нам подскажут Так, ряжные дети С гоготом и топтом Окружили нас Со всех сторон Чтобы через мгновение Закружиться в бешеном проводе Смутным напоминающим Пляску у моего окна В ту злополучную ночь Дед Мороз Сидит на троне Прячев горло Смешок Не дай мне нас слишком долго Разреши скорей Миша Убедили старика Получайте Так, и он выспал Из багрового мешка Горы угощений Каких я не видел Даже в рекламе На жвачке Самых разных форм и расцветок Вкусно пахнущие С торчащими С торчащими вкладышами Леденцы размером с кулак И мандарины размером С соленую голову А еще Сникерсы, Марсы, Баунти Киндер-сюрпризы Которые мы давно Не пробовали Я вытер рукавом Выступавший слез за радостью Когда мой внутренний голос Убедил меня Отбросить все сомнения Именно этого я хотел Для себя и сестры Настоящей небылянде Без унижений И запретов Наконец-то Мы будем счастливы Мне кажется Есть какая-то подстава Дед Мороз распрямился Покидает рон И воздел руки Над угощениями Так, звери по бокам Тоже подняли лапы И глаза Блестели ярче Дракоценных камней Пасть волка была Мокрые от слюны Так, с зверем Талкая и рыча Бросились поедать конфеты Одно с другой Рты у них были Вымазаны чем-то темным Сестра схватила Первую попавшуюся конфету И содрала фантик При виде этого Я почувствовал Что внутри Будто качнулся Маятник Принять Отказаться Ну, не знаю Давай примем Я вынул из груды сладостей На полу Самую аппетитную конфету Так, ага То есть Мы конфетку кушаем И тут же наступает Интерактив Короче говоря Конфеты с чем-то Не все так просто То есть В прошлый раз Тоже нам В рот закинула Алиса конфету И мир Стал цветным Надкусил И молочный шоколад Тайл во рту С выбором Вас поздравляю Веселитесь В этот час Я желание Исполняю Сокровенный Для вас Как-то все Подозрительно Выглядит Лечик сестры Было перемазано Школаном И я уже собирался Сделать ей замечание Но слова Застряли в горле Короче говоря Нас перекрывает Конкретно Гигантская гель Устремилась С звездом И исчезла Где-то в космосе Ее венчала Круглая луна Огромные шары Сияли на ветвях Гирлянды Переливались Всеми цветами Радуги Крыша Исчезла Над нами Раскинулась Раскинулась Мириады А наверное Мириарды Просто написано Неправильно Музыка Музыка Смех Аромат Хвои И сладостей А рядом Плясали Медвежутка Волчек И совушка И снежинки Падали Задом Наперед Я засмеялся Потрогал Пышную Позолоченную Мишуру Все по-настоящему Алиса Намеренно Поклонилась Шары Переливались И мерцали И моя душа Мерцала Им в унисон Я становился Зимним волшебным Я становился Зимним волшебным лесом Мягкой Ласковой Хвои Всеми созвездиями Сразу Добро пожаловать Домой Ой у нас Кукуха Мягко говоря Улетела Из дома Вот где Всегда был Мой дом Снег Искрился И слепил Поля Закружилась В танцы Схватила конфету В каждую руку Так Волчок Жонглировал Киндер Сюрпризами Ты видел? Приставки Тетрисы Куклы Трансформеры Лежали Под гелью Словно И грузовиками Свозили сюда Какой-то у нас Интересный приход Я понял Что тоже Танцую Ответил Не прерывая Движение Интересно А если бы Отказались Что было бы Какие-то Дети Стояли У кромки А пушки Зачарованно Глазей На праздник Я прыгнул Через всю поляну И плавно Приземлился Возле них Хотите С нами Поможем Так Кого-то Еще Заманили Дети Взялись За руки Я провел Их цепочку Подарком Не было Ничего Лучше Чем Везти Кого-то По тропинке К мечте Праздник Наступил По-настоящему В каждом Празднике В красивом Яблоке Была Чревоточена Его Сокротечность Но Здесь Под лапами Величественной Ели Праздник Не кончался Ты счастлив Тоша? Я счастлив В небе Взрывались Грандиозные Фейерверки Озаряя Танцующих Глаза Увлажнились Напружинились Мышцы Я Запрокинул Голову К луне И закричал От переполняющих Меня Эмоций Так Зайчик Побегай Я прыгнул До звезд И кувыркнулся Мой крик Слышала Вся Небулянтия Счастлив Так Мы опять Проснулись Нам это То ли снилось То ли еще что-то Но В конце третьего акта У нас болели мышцы То есть Мы реально Где-то бегали Я проснулся С улыбкой Впервые за долгие дни Проведенные В новом доме В этот раз Счастье не отпускало И наслаждаясь Им Всем телом Я сладостно Потянулся Так Потянулся Я вот что думаю Не закончить ли нам Тут Эту серию Потому что Что-то мне подсказывает Что сейчас будет Очередной Виток Истории И такое впечатление Что пока что У нас еще Ничего не кончается А все Только плюс-минус Там где-то В середине А может быть И в начале Нет Начало уже вряд ли Ну что же Я наверное Пожалуй В очередной раз Вам скажу До свидания Дорогие друзья До скорых встреч Спасибо за просмотр Дорогие друзья Не забывайте Подписываться на канал Оставлять ваши комментарии Ставить лайки Ну и про колокольчик Тоже не забывайте